Друзья, привет! Меня заколебали комары, просто невероятно, искусали мне все ноги. Гуляю с собакой в лесу, и меня часто кусают комары, и поэтому мне нужно средство, которое защитит меня, и которое спасет меня после укусов. Но когда вас уже покусали, здесь настоящая проблема найти средство, которое реально поможет вам отзуда и заживит быстро ранку. Хочу начать, наверное, с состава, потому что это средство самое лучшее, оно будет последнее, поэтому я просто прочитаю состав, потому что в основном, во всех средствах состав одинаковый, и здесь идет соевое масло, масло виноградной косточки, экстракт календулы, масло мяты перечной, масло лаванды, льняное масло, и ментол. Это из тех, что мы знаем, здесь есть немножечко добавок, но они не играют существенные роли. Если услышите странный звук, у меня просто собака на окне лежит и якает. И есть второе хорошее средство, которое мне тоже нравится. Здесь в составе идет депантенол, эфирное масло мяты, что, наверное, создает тот эффект, когда перестает чесаться, то есть отвлекающий маневр. Здесь идет экстракт ромашки, экстракт череды, и это все дает возможность по скорейшему заживлению вашей ранки и вашего укуса. Состав этого карандаша, к сожалению, я не могу прочитать, но это не самый лучший вариант. Я пользуюсь этим карандашом, это Дета, и она с экстрактом подорожника. Я не знаю, что это как без ГМО, наверное, надписи на каких-то продуктах. Смысл в том, что этот карандаш неплох, и даже наносится удобно. Его можно откручивать, наносить, но эффект минимальный, потому что нет ощущения охлаждения. Ранка как чесалась, так и чешется, и его надо много наносить, чтобы создать некий вакуум, некий слой, чтобы просто не дышала ранка, и за счет этого, возможно, через какое-то время она перестает чесаться. Второе по значимости средство, которое мне нравится, которым я пользовалась в прошлом году, в прошлом году на стене ВКонтакте, я писала на него отзыв, это Гардекс, это бальзам после укусов с чередой ромашкой мяты, он быстро устраняет зуд и содержит антибактериальные компоненты. Выглядит он вот так вот, вот в таком флакончике, это роликовый, шариковый, ну или роликовый, карандашик. Очень приятно пахнет и очень удобно наносится хорошим толстым слоем, и он достаточно жидкий, поэтому нужно дать какое-то время, чтобы он застыл, не втирать его, а просто высох и впитался в вашу кожу. Удивительно, самое лучшее средство на сегодняшний день, это вот такие вот пластыри после укусов насекомых, в которые я не верила и не думала, что они помогут, и очень удивлена была, когда оказалась с самым лучшим средством. Фишка здесь в том, что когда ты наклеиваешь пластырь на ранку, да, он небольшой, но ты его точечно можешь наклеить, просыпаясь утром, во-первых, через буквально пару секунд перестаёт судеть это место укуса, и к утру у тебя практически ранка заживает. Я не знаю, за счёт чего, за счёт календулы или мяты это происходит, и здесь наклейки, они настолько маленькие, и неизвестно, как средство попадает именно на наклейку, что я, честно, не верила в эффект. Вот так выглядят пластины, в этом... Это средство стоит 200 рублей, здесь две такие пластины по 10 штук. И наклеечки выглядят как маленькие кружочки с разными овечками, бабочками, курочками, петушками и прочей живностью, которая наклеивается точечно на место укуса. Кстати, пахнет хорошо. Но согласитесь, как вот в таком средстве может быть что-то разумное? И тем не менее, это на сегодняшний день самое лучшее средство, которое я только встречала. Друзья, если это видео было вам полезно, и я принесу вам хоть какую-то пользу, то мне будет приятно, потому что я ужасно ненавижу это ощущение, когда тебе безумно хочется почесаться, ты в каком-нибудь офисе, например, или на какой-то встрече, и как будто блохастый, начинаешь чухаться. Это крутое средство, это не реклама, потому что... Потому что не реклама, я бы не рекламировала дерьмо, это во-первых. А во-вторых, я хочу, чтобы вы были здоровы. И знаете, у меня к вам один вопрос есть. Ответьте мне в комментариях, как вы думаете, почему меня, лично меня кусают больше всего комары, чем людей вокруг меня? С чем это связано? И, возможно, у вас такое же. И напоследок я хочу дать вам еще несколько советов. Если вы в какой-то момент еще пока не успели приобрести себе средство, которое помогает, я не говорю конкретно про это, я думаю, что мы даже, возможно, в каких-нибудь видео сделаем средства похожие, только самостоятельно, если мне хватит денег и времени взять все масла и смешать их в нужной консистенции. А сейчас я скажу вам, что есть такой пантенол, который помогает при ожогах, в укусах. И это тоже средство, которое может сделать вам, скажем так, восстановить ваш укус, восстановить вашу кожу не только против ожогов, а еще против укуса комаров. Это если у вас нету ничего под рукой депантенол, почему и нет, как говорится, поможет вам тоже убрать укусы и помочь вам не чесаться. И еще вот такой же какой-нибудь гель, например, регенерирующий после солнца, вот у меня тоже с пантенолом, с гиалуроновой кислотой, экстрактом зеленого чая, алоэ вера. Алоэ вера тоже поможет вам быстренько вашу кожу восстановить и, возможно, поможет вам немного сбавить зуд от укуса комаров. Вот, спасибо большое, что посмотрели мое видео. Надеюсь, я вам была полезна. Увидимся в следующем видео. С вами был персональный коуч Мечта. Пока.